здравствуйте друзья меня зовут марина и сегодня мы с вами рисуем шестой урок фэшн иллюстрация кисти рук для того чтобы нарисовать кисть руки возьмите референс с которого рисовала и я в интернете чтобы посмотреть костную основу своей руки можно даже обвести свою ладонь с пальцами и сделать внутри такой набросок из костей для начала вообще строим линейно ладонь почти равна длине пальцев но смотрим по своим пальцем и видим как они на разной высоте смотрятся друг от друга чаще смотрите и на референс и на свои пальцы живые потому что у людей у всех пальцы разные и там будет видно потом намечайте внутри контура руки костную основу то есть это очень важно и самые важные такие косточки большие я намечаю просто кружочками для углубленного изучения в принципе нужна анатомия здесь мы рисуем больше схематично и более упрощенно для того чтобы но вы имели представление о том как располагаются пальцы на сколько фаланг имеет допустим большой палец у него всего лишь две фаланги и все остальные указательность средний безымянный мизинец какой длины не вы будете смотреть на свои руки на руки других людей более внимательно изучать изучать форму пальцев структуру и длина у всех тоже разная костная основа и данный референс он тоже дан как канон то есть это не не образец но тут в принципе нарисована нормальная рука если хотите узнать больше про косточки которые идут уже к запястью то загляните в анатомию для художников автор бамас самый удачный по моему на мой взгляд дальше можно сделать а ладонь руку а ладонью кверху то мы рисовали тыльной стороной и более большую по размеру можно было ввести свою и в ней рисовать кости а сейчас сделаем такую небольшую зарисовку там сантиметров 7 достаточно также определить что большой палец он вообще сбоку крепится расположен по-другому там есть опять таки разная длина пальцев на ладони такие выпуклые места и которые еще формируют при сжатии руки различные положения складок кожи можно рисовать вообще больше со своих рук чаще обращайте внимание как вы держите допустим ложку ручку какой-то стаканчик на это будет еще снято отдельное видео то есть это идей для зарисовок в принципе множество ракурсов если неудобно рисовать свою руку то рисуйте с фотографией или рисуйте с рук попросите кого-то из своих друзей родственников чтобы вам попозировали но свою руку нарисовать проще простого удобнее потому что никого не просишь ну и допустим я бы порекомендовала микеланджело потому что у него самые и леонардо да винчи потому что у него тоже очень красивые изображения рук для того чтобы нарисовать голову в профиль нужно чтобы вы знали костную основу вот эти черепа я очень рекомендую нарисовать их и прям выучить там есть схематичные там подписаны допустим лобные кости лобный бугор чтобы еще более детально разбираться в анатомии но начинаем чертить с квадрата помним про ту схему что рисовали лицо фаз там было все просто на три части и верхнюю часть для волос и макушки мы оставляли но отрезок одна вторая одна третья примерно расстояние все лицо лицевая часть от подбородка до линии роста волос она делится на 3 ухо вписывается в принципе правую часть когда мы рисуем что человек смотрит влево и смотреть на данное видео то ухо будет в правой части ухо имеет наклон она расположена под наклоном всегда формы ушей тоже у людей разнообразный ухо интересная сложная часть человеческого тела но ее нужно тоже знать влечить глаза будут располагаться во второй клеточке вообще представляем после вот вот это все рисуем уже после того когда вы нарисовали черепа потому что сразу будет понятно где находится глазница что она что глаз вообще всегда в принципе спрятан он как бы темноте от верхнего века будет на него падать тень под носом губы нижняя челюсть скулы и подбородок это все но лучше знать лучше узнаете когда нарисуете череп или хотя бы их напечатать и держать все время перед собой но когда вы рисуете ваша рука запоминает это отрезком соединяете еремную ямку и седьмой шейный позвоночек вот так по диагонали линии как обычно верхняя губа в тени да опять что все похоже просто вы рисуете теперь в профиле вам видно допустим не целый глаз а половину глаза на вторую то есть это все будет видно глаз это шар помещается он в глазницу спрятан еще окутан верхним веком и нижним так что бровь нарисовала потому что придается сразу изображению более красивый вид здесь еще важно помнить опять таки про костную основу потому что пустим нос он не впереди свои свои основы это хрящи а сверху пол переносится кость дальше это косточка мы можем себя пощупать да она твердая потом лобные бугры надбробные дуги все это кости все нужно изучить и трогать как бы на себе волосяную шапку можно сразу закрасить каким-то тоном добавить еще объема волос потому что у всех он разный и вообще рисовать бегать как карандашом по всему рисунку то есть через порисовали спереди лицо потом сзади допустим затылок пошли шею ухо и так бегаем по всему рисунку он тогда получится живее наметить скуловые кости все это ну так очень интересно референс портрет профиль для этого я взяла референса из просто интернета портреты девушек в профиль и самый такой который мне понравился красиво я выбрала строим все по той же схеме портрет очень удачно то есть там идеальный профиль и рисуем держа костную основу в памяти но также помним про то как делится лицо но вот сейчас даже в свою модель мы можем заметить что у всех фирма все немножечко по-разному и наклоны и вот эти кости надбровные дуги они кстати больше выражены вот нарисовали перед этим с референса человека там было мужское лицо потому что они прямо так выбирали у женщины но все более гладко и более аккуратно ушка также в наклоне прям можете срисовать портрета а расстояниях помню можете прям не стесняться примерять линейкой либо карандашом вот эти расстояния от осевой проверять себя все намечаем очень быстро стараемся делать такой вы делаете со своей скоростью смысле быстро это получается набросок и если вы сделаете много то тогда это количество обязательно перейдет в качество это очень важно для художников и вообще делать наброски это самое пожалуй важное в рисовании помним про яремную ямку что она под наклоном соединяется с седьмым шейным позвонком здесь такой создается ритм линия опять можете добавить свой рисунок пятно я для этого взяла карандаш более мягкий 8b фирмы кохинор и добавляю детали можно было не делать за моей фигурой за носом за лицом на фон но он вроде бы выделяет так что можно применять можно этого не делать как вы хотите принципе работа уже выглядит готова и закончены столько времени сколько вам нужно на такую работу столько и затрачиваете поставь поставить можете подпись спасибо вам за просмотр смотрите мы сейчас добавим референсы и сделаем как продолжение первой части урока с кистями рук это для срисовывания стаканчик в руке распространенная поза и руки на талии начнем рисовать стакана в руке и здесь будет в принципе та же самая задача строим предметы наброском идем от большой формы в центре проводим осевую чтобы было удобно для построения стаканчика он как основа и пропорционально стаканчику намечаем руку то есть чтобы она не была сильно маленькой или очень большой таком стандартном размере стакана пальцы тоже намечаем как формой и под наклоном по тем которым они изображены на фотографии чтобы было проще упрощаем форму не рисуем сразу там ноготки какие-то мелкие детали идем от общей большой формы представляем сзади что нам видна ладонь можно даже намеком сделать платье в горошек вот эту руку дальнюю рукав потом это я намечаю ногти вы можете вообще прорисовать там косную основу диагонали также осевую линию пальца каждого и подвести туда косточкам то есть как были держите эту схему в голове то что мы рисовали кисти рук скосной основой ну и и либо вообще рисуйте и а потом стираете стеркой потому что рисование такое так как закрепление опять следующий референс по которым я рисую я начинаю со стаканчика здесь располагаю две руки это там где держит девушка обеими руками стаканчик и намечаю и ту и ту руку сразу не рисую их по отдельности они должны идти как целая совокупности и смотрим сначала опять наброском я могу ошибиться это допустимо допустим просто намечаем как там располагаются пальцы смотрим по длине допустим как безымянный указательный средний палец какие они по высотам намечаем ладони все представляем как бы в объеме и еще помним что стакан он же у нас имеет своей основе окружность то есть все все пальцы будут как бы закругляться они будут не на плоском предмете находиться располагаться поэтому это тоже должно быть у вас уже в голове как скомпоновать пальцы здесь я прорисовываю все же косточки опять их намечаю не детально а просто шариками самые самые крупные кости там фаланговые вот эти соединения пальцев потом это все можно удалить карандашом для большей четкости и эскизности своей работы я еще добавляю черный цвет темный темный тон это не черный цвет чтобы работа стала более выразительной это придаст такую живость все что нужно в скетчинге нам в принципе и дополнительно дополнительную контрастность это у меня быстро очень зарисовка я те кто любит детали можете пожалуйста их здесь сделать можно какой-то логотип на стакане придумать нарисовать там были какие-то цветочные орнаменты я их использовала тоже так быстро намеком руки видите я всегда задаю направление осевой допустим рука или будь то палец в пальце тоже можно всегда в любой фаланге даже будет разделить пальчик на осевую линию и это будет так это будет принципе убедительно добавляем еще черных темных таких контрастных пятен можно больше нажать на карандаш чтобы это было заметно как я говорила добавляем детали к нашему рисунку детали можно прорабатывать но вообще более главными сделать все таки пальцы и руки то есть еще посидеть с ними поковырять там тени падающие тени собственные но деталь нужно уметь сделать так чтобы нам было деталью и сильно не мешало здесь у меня была не включена камера и я начала все делать наброскам в принципе видно что также идет как и в тех заданиях осевая набросок вид в целом ладонь представляю как будто я ее вижу то есть я нарисовала как будто стакан стеклянной вы тоже можете так всегда рисовать потом стирать это стеркой потому что когда мы видим насквозь это конечно легче и это мы видим мы это представляем а это самое главное то есть мы не видим но делаем как будто бы видим, и так легче рисовать. То есть используйте такой прием в рисовании, когда ничего не видно или есть какая-то одежда, а вы строите человека, строите руку. То есть все, что не видно, представляем конструкцию. Это развивает, кстати. На ладони там есть при сгибании вот так руки сжатие различные складки, тоже их рисуем. Обращаем внимание на свою руку, потому что фотографии могут быть разного качества, разной от фотошопленности, так скажем, и поэтому сгибайте свою руку, зажмите в ней стаканчик, посмотрите на свои руки. Это вообще полезное упражнение, когда вы рисуете свои руки. Дальше у нас референс с руками на талии. Это такая частая поза, либо рука прячется, чтобы ее не рисовать кисть руки за фигуру, прячется под одежду. Ну, а сейчас мы будем рисовать, как будто бы мы ее видим. И тоже начинается все с осевых линий, каких-то набросочных. Так как рисунок небольшой, то его легко сделать. И рисуем таким руку, как блином, объемом. Такое чувство, что мы ее вылепили из глины или из пластилина, то есть такой прижатости, внутри объем, и оттуда уже идут пальцы. Пальцы можно расчертить, да, вот их тоже из этой, как бы ладошки, запястья, как все идет и намечать сколько. То есть и они почти равноценны по размеру одинаковые. То есть вот эта вот часть ладони и пальчики. Сразу может не получаться, можно там ошибиться, всегда есть резинка, можно исправить. И здесь будет у модели черный цвет одежды, черным цветом можно еще подкорректировать пальцы, допустим, или не стирать сильно, потому что все закрасится карандашом. Большой палец, помним про него, что он есть, но он прячется, он уже идет за таз, за талию. Но о нем всегда помним, не рисуйте как бы четыре пальца видных, но пятый, знаете, что он есть, имейте это ввиду. Вот это то, что я сказала про темный цвет. Так и есть, он очень помогает в таких рисунках. Референсов достаточно в интернете, можете смотреть любые те, которые вам нравятся, то есть это выбор большой у вас. И рисуйте дома обязательно, это прямо домашнее здание. Домашнее здание на дом. И вот помним про эту руку, еще раз показываю, как она выглядит. Крепление под наклонами, везде строим осевую, которая задает наклон. То, что получилось. Всем большое спасибо за просмотр, такой у нас урок.